Чем мы со страхом смотрели несколько лет еще назад над геноцидом и насилием 30-х годов режима Сталинщины, теперь остались как воспоминания о цветочках и ужасы, которые мы творим и видим сегодня, захлестнули и перешагнули все грани человеческого разума. И нам с вами, участникам этих трагических событий, быть в ответе за будущее, где будущее поколение спросит именно с нас. И кто оказался на каком пути и что сделал сегодня, это уже история. Ни одного человека нынешнего поколения, особенно нашего возраста и нашего избранного пути, не останется неоцененным нашими потомками. Наверное, разум потемнел у многих руководителей и политиков нынешнего времени. Буквально потемнел разум, если они не видят, к чему ведут народы, сколько горя и слез и сколько невинных жертв, не подготовленных ни к какой войне, ни психологической, ни политической, ни тем более физической. И мы с вами за это в ответе. Я искренне благодарен вам со всех континентов, прибывших сегодня сюда, поделить с нами один честь, сейчас один день радости. Радости второй годовщины, избранного нами пути от Соединенных Штатов Америки до Дальнего Востока и Северного полюса до Южного. Все здесь представители присутствуют. Спасибо вам. Видно, не безразлична судьба малого чеченского народа в этом огромном мире. Если не безразлична судьба любого малого народа в любом конце земного шара, значит разум победит. Еще раз благодарю вас за труд, за сознание и за то, что вы прибыли сегодня, поделитесь с нами нашу маленькую радость. Будут еще победы, будут еще горе, мир не может. Но нынешнее состояние, это уже мировая история, перед которой мы все в вас есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Что кавказские народы, хотя и проявляли свою волю к независимости, к демократии, но они не могли этого достичь. Но после того, как Грузия первая подняла флаг борьбы за независимость, за свободу, и которая 9 апреля 1989 года совершила поистине героический подвиг и нанесла сокрушительное поражение Советской империи, после этого свободолюбивым народам не только Кавказа, но и всего бывшего Советского Союза и даже Восточной Европы был дан большой стимул в их борьбе за независимость, за свободу. Я хочу особо подчеркнуть, что наша борьба за свободу и независимость это не и есть сеяние ненависти к другим народам. Скорее наоборот, те, кто притесняет народы, кто подавляет их волю, в борьбе за свободу и независимость, как раз они являются разжигателями этого негативного чувства, а мы за дружбу всех народов, мы за дружбу, сотрудничество с российским народом и очень зря, очень неправильно рисуют наше движение, как антироссийское, я бы сказал. Мы считаем, что дружба возможна только между равными, дружба невозможна между господином и рабом. мы не хотим быть рабами. Мы вышли из этого возраста, дорогие друзья, но за равные отношения, за дружбу, за сотрудничество мы не пожалеем ничего, в особенности с нашим ближайшим северным соседом. Так что дезинформация, клевета, которая распространялась на наше движение, по-моему, не достигла цели, и вот об этом свидетельствует сегодняшнее собрание, где присутствуют официальные представители Российской Федерации, представители движения и партии Российской Федерации, и вот это излишний раз подчеркивает нашу добрую волю на дружбу и сотрудничество со всеми народами и государствами мира. Кавказ никому не противопоставляет себя, ни с кем не борется, не вступает в конфронтацию, но заодно и призывает к уважению своему суверенитету кавказские народы такие же народы, такие народы других регионов нашей планеты, и они заслуживают независимость и свободу так же, как и другие народы нашего земного шара. Вот истина, вот истина, за которую мы боремся, не ущемляя прав никаких народов и никаких государств, и желаем встретить взаимопонимание, и я уверен, что мы встретим это взаимопонимание, и наша борьба не будет обязательно кровавой, не будет обязательно насильственной, она будет мирной, и мы, провозглашая свои идеи, свои принципы, я уверен, что найдем взаимопонимание современной России, которая сейчас стоит на путь демократии, свободного развития, и, можно сказать, с уверенностью освобождения от имперских амбиций. Так что, это все нас радует, я еще раз приветствую сегодняшний день, этот день, как и день провозглашения независимости Грузии в 1990 году является верхой в истории Кавказа, в истории кавказских народов за обретение истинной свободы и независимости. За нашу и вашу свободу, за нашу дружбу, за взаимопонимание и дружбу всех народов, населяющих не только этот регион, но и весь мир. единство борьбы и цели не отчасти это дружба основы сегодняшней связи заложенной президентом Чеченской республики Дюдаеву. Сегодня у нас присутствуют гости из Литвы. Я хотел бы слово представить депутату сейма Литовской республики и, по-моему, он представляет как раз город, который является побратимом или находится в дружеских отношениях нашим городом пострадала депутату Скребесу. Спасибо господину вице-президенту за столь прекрасные слова в адрес моей родины. Да, накануне нашего отъезда произошло знатное событие в жизни литовского народа. Мы проводили к себе домой последнюю воинскую часть России. Состоялись торжества по этому поводу. Был выпущен вот такой плакат. я вам хочу его показать и к чему я его показываю. Вы, наверное, видите, что в нем изображен железный волк. Это один из символов нашей страны. На гербе Чеченской республики тоже изображен волк. И то, что говорил ваш вице-президент, что наши народы связаны какими-то узами, связаны дружбой, наверное, это лежит в глубине души наших народов. И вот во время этих торжеств по случаю вывода его войск, многие жители Литовской республики говорили именно так. Все-таки первыми войска ушли из чеченской земли. Да, мы раньше вас провоскласили независимость, раньше вас были признаны мировым сообществом, но теперь очередь за вами. Сильными мира всего осталось сделать формальные шаги. Я говорю формальные шаги, так как будучи в гостях у вас, убеждаешься, что ваше государство крепнет с каждым днем. Я предлагаю ТОС за то, чтобы сильные мира всего сделали быстрее эти формальные шаги. Хорошо, короче, ну, за слово дарь, я хотел бы сказать о том, что действительно судьба чеченский ингушеский народ, это военавский народ, у нас в ингушете по-другому не говорят, судьба народа, которая скреплена всей трагедией, которая была и тяжестью судьбы, которая прошла через их совместную жизнь, совместное братство, совместные тяготы решения, которые прошли через эти последние только десятилетия. Все время мы боремся и за выживание. То 30-е годы, то 20-е, то 30-е, то 40-е, потом 50-е. И казалось бы, все позади. Вот она демократия, вот воздух, свободы. И когда мы все растерялись от этого кислорода, который нам наобещали, здесь вводят декабре, ноябре, в 91-м чрезвычайном положении грозном в 92-м вводят у нас. Итог 410 убитых, 269 мы можем найти. То есть показали, вот вам как нужно спокойно, свободно дышать. И ко всему прочему этой трагедии через судьбу одного народа хотели достать второй народ, зная, что брат придет брату на помощь. И все было для этого готово. Это одна из тоже причин этой трагедии. Я больше для газеты рассказываю, что хотели развязав конфликт в пригородном районе провоцировав дойти до Грозного и здесь показать народу, что свободно думать нужно только с разрешения. Я хочу понять этот бокал за то, что два года мои братья живут не на все авокации, несмотря не на все попытки, стремления. Я говорил и повторяю, есть политический диалог. Чеченским народом говорите только политическими методами. Танками и самолетами. Мы ингуши с той стороны не позволим. И если будете решать оружием, мы станем плечом с плечом с нашими братьями. Я обещаю и мы это сделаем если вдруг кто-то подумает с вооруженным путем решать какую-то проблему. Аздаху кушу. Делал аздаху кушу. Делал порту бем яблоки. У нас в Америке тоже самое. Очень хорошие яблоки. И в время люди пытались решить проблемы не чтобы поделить все яблоки. можно разрешать и проблему. Но для тех людей которые пытаются решать проблемы внутри и какого страна и работают как друзья и пытаются решать проблемы внутри и не как целый. Есть люди которые приезжают для того чтобы помочь вам изнутри для того чтобы объединить в одном яблоке сердцевине найти и помочь вашей республики приходят люди из-за границы тоже. They will form a bond a friendship that goes beyond politics or business и они будут организовать дружбу и сотрудничество независимо от политики или бизнеса они просто хотят установить дружеские отношения прежде всего. And they will be a courageous group that will go through and do what they feel has to be done in unity And for those people from the different lands that are willing to go from the inside together as friends and not listen to people telling them not to do it that will bear good friendship that will bear very wonderful things in the long run that will transcend or go beyond and to it's done from the heart and so from my heart for this is what I've learned from my Chechen friends from my heart and in the spirit of the Americans that I have brought to Chechen and other Americans who have come here I want to say happy second anniversary and I want to thank the president and everybody else of my Chechen friends for welcoming me and welcoming the Americans to this Republic I want to say from all Americans who were here and who came to me and from my heart to celebrate the people with the second of independence and wish the best in Thank you and Dr. Barker Замечательная история этого района Я выучил еще что-то более интересное и новое для меня Я обнаружил, что, особенно в этой регионе, в этой республике Я узнал, что, особенно в этом районе, случилось что-то замечательное, чрезвычайное Потому что, что я здесь, в этой специальной встрече, это большая честь для меня И, особенно в том, что мои ансестрии приехали из Кавказа, и это очень интересно для меня И, может быть, еще больше от того, что мои известки из Кавказа, и поэтому сегодня я так рада История своей известки в Кавказе В течение нескольких визитов, которые я провел в Чечни Я уверен, что самое замечательное и самое лучшее достояние этой республики – это люди И поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что вы добьете успех Есть чинский правильный 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 И это старая китайская подаводка Что многокилометровое путешествие всегда начинается с первого шага И, господин президент, опять спасибо вам большое за ваше теплое приглашение на празднование Которое дается для меня честью, и я сегодня хочу пожелать просветания, добра и всего самого лучшего в этой республике От всего сердца, горячо и сердечно поздравляем вас от имени Верховного Совета Совета министров и всего таблистанского народа Замечательный чеченский народ с этой знаменательной данной Друзья, здесь много приятных слов было сказано, замечательных В этот торжественный день На самом деле мы с искренней душой приехали сюда Представители многонационального нашего Дагестана Мы приехали сюда всего 5 человек и все разные национальности Вот мэр нашего столичного города Магомед Онлакец Управляющий административным органом нашего столичного города Гаджи Магомед Аварец И чеченец, дагестанец, наш парламентер, депутат Верховного Совета Дагестана, член Президиум Верховного Совета Чергизбиев, чеченец Шофер нас, который привез Кумык Я Нагаевец Друзья мои, что я хочу этим сказать Мы настолько восторжены Вот здесь говорят, будем близкими, там, друзьями и так далее Мы с чеченским народом не то что близки Мы родственники Потому что вот эта планета нас родила рядом У нас нет никаких преград Буквально ни гор между нами Ни Солончаков Ни Песков Вот Пролетарская дорога буквально таки рядом Если взять вот этот наш ближайший город Хасавюрт Который находится от вашего ближайшего города На расстоянии 40 километров Это 100 тысячный город И район там 120 тысяч населения Там нельзя сейчас найти чистопородного чеченца И чистопородного кумыка Или чистопородного аварца Потому что все переживились Наши народы настолько чтят память наших Аксакалов Если даже мы ничего не сделаем путного А просто вот заветы наших Аксакалов Будем беречь Вот то что прадеды Деды наши дружины Это если мы сохраним Альхандуллах будет все в порядке АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши народы дружат Бертон бескорыстно Настолько свято дружат Очень много общих смежных буквально таки семей И все они общаются Никакие преграды И мы сегодня буквально таки Не чувствуем никаких серьезных сил И существенных таких сил Которые могли бы порвать наши отношения Я полагаю что никогда никому не удастся Отношение дагестанского и чеченского народа Сорвать Испортить Это невозможно буквально Вот Сегодня хочется ответить о том что Мы на самом деле Наверное по настоящему Вот не проводим такую теплую Тесную такую Сотружество что ли Хотя Есть чему поучиться У вас У талантливого чеченского народа Мы знаем у вас Великие мысля Нефтяники Нефтехимики Надо бы общаться Надо бы побольше нам Буквально таки профессионалами Контактироваться Посещав Приезжать по Качкалу Приезжать сюда грозно нашим товарищам Обмениваться опытом А поделиться есть чем Очень много Таких моментов Которых и вы и мы Нуждаемся Ваши прославленные мастера Вот этот ваш нефтяной институт Это кузница кадров Добрая половина наших руководителей Великих мастеров Нефтехимическое промышленность Тагестана Это питомцы вашего института Мы благодарны чеченскому народу За то что вот так свято Могут дружить И наши корни Вот здесь сказали На самом деле 25 лет Быть вместе Воевать Рука в руку Буквально Ну Я не могу даже Это передать словами Это Настолько свято чтят Дагестанцы Вот это наше Былое Содружество То что мы были Вместе всегда В любые и легкие Тяжелые времена Хотелось бы Чтобы мы Имели совместные Предприятия Обменивались Буквально таки По Таким Ключевым моментам Для того Чтобы сколотить экономику Для того Чтобы развивать Нефтехимическую промышленность Да хотя бы вот Буквально таки Осваивать Космический шлейф Понимаете совместно Вопросов очень много Очень много И я призываю вас Буквально таки Друзья Давайте Дружить теснее Лучше Теплее И чтоб мы Всегда с вами Были вместе Дорогие товарищи В заключении Своих слов Выражая свою искренность Я хочу Выразиться Словами Всем вам известного Великого дагестанца Расула Расула Гамзатова В горах Дагестанских Джигиты Бувала Чтоб дружбу Мужскую Прочит сильней Дарили друг другу Клинки И кинжалы И лучшие бурки И лучших коней И я И я Свидетельство Искренней дружбы Вам песни Свои Посылаю Друзья Они И мое Дорогое оружие И конь мой И лучшая Бурка моя Ну дорогие друзья Вороного Коня В этот прекрасный дворец Не заведешь А бурку Белую Настоящую Папаху Дагестанскую Мы уже подарили Вашему президенту Когда был у нас в гостях Он У наших амбиций Я хочу подарить Символизируя Силу Ученности Грамотности Теченского народа Вот этот бесценный Подарок Продотворения Дагестанских Унцикульских Мастеров Вашему Президенту Поздравляю Поздравить Вот эту Блинокрасивую Тросточку Я Лице-президенту Я надеюсь Что ему пригодится Это после 50 лет Аплодисменты Саунух! Саунух и других народов! И в данный момент я смею надеяться, не безразлично, и в смысле хорошем, в смысле того, чтобы действительно выработать свою политику взаимоотношений между народами мира и имеющими великие государства, и тем более теми, которые обрели свою государственность и закрепляли. Вам слово. Спасибо. Уважаемый господин президент и члены политического руководства Чеченской Республики. Мы с удовольствием приняли приглашение и прибыли на празднование государственного праздника. Я бы хотел сразу сказать, что сегодня Россия в трудном положении, она прощается с коммунистическим режимом, и поэтому, если кому-то из вас что-то не нравится, то ни в коем случае нельзя увязывать это с русским народом и с другими народами, которые проживают сегодня. Режим пришел ночью с кровью, и также ночью, видимо, с кровью постепенно сходит с политической арены. Западная Европа переболела фашизмом, восточная коммунизмом. Все страны испытали тяжелые периоды в своей истории, поэтому мне надо думать, что на долю России и Кавказа выпали одни беды. Были и радостные моменты в истории, может быть, даже больше. Я... Вот мы летели сюда 1700 километров вовсе не для того, чтобы только принять участие в застолье. Прекрасный стол, все вкусно, замечательно, но самое главное это встреча. Встретиться нам здесь вместе. Когда говорили, что вот малый народ, меня немножко задевает, нету малых и великих народов. Если брать количественно, тогда у нас в мире один единственный народ великий, китайский, потому что каждый четвертый в мире китаец. По такому... С такой арифметикой мы никуда не придем. Не должно быть ни малых, ни великих народов. Каждый народ сам по себе, так сказать, достоин своего собственного величия, и здесь нельзя проводить количественные характеристики. Но когда говорят, что радостные события уходят русской армии откуда-то, то не надо забывать, что она и приходит туда нередко по приглашению местных товарищей, которые сегодня еще... Поздравляем! И нам глубоко, не безразлично, русские парни вовсе не горят желанием служить чудно-чужбине, в чужой территории, среди народа, который не хотел бы, чтобы они находились. Это направляют политические лидеры, которые временно занимают свои посты, и поэтому надо всегда увязывать с конкретной ситуацией, с конкретными людьми, находящимися в руководстве. России не везет, она имела великих царей, и не очень великих, так же, как и в последнее время руководители разные у нас. Но мы вместе жили, да и сегодня мы на одном политическом пространстве. Если очень-очень плохо будет в России, то это скажется на всем регионе. Не только в ближайшем, скажем, Кавказ и Восточной Европе, но даже в целом в масштабе всей планеты. Поэтому здесь не надо нам не злорадствовать на неудачу друга, а скорее искать пути, чтобы успех был везде. И в Грозном, и в Тбилиси, и в Москве. Если взять историю, то когда Красная Армия взяла город Тифлис, то телеграмму Ленин направил коммунист Орджоникидзе. Над Тифлисом веет красное знамя. Не коммунист Иванов, а коммунист Орджоникидзе. И сегодня, когда многим не нравится уже и демократическая Россия, хотя когда-то нам не нравилась царская Россия, мы вместе ее расшатали. И в ее расшатывании, и в уничтожении царского режима очень помогли. Князья с Кавказа. И сегодня в демократической России очень много живет выходцев с Кавказа. Почему-то не хотят вернуться в новые свои независимые государства. Миллионы граждан, кстати, из Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа живут и все-таки довольны даже теми тяготами, которые сегодня падают на Россию. Поэтому все равно мы в чем-то больше принесли другу пользу. Конечно, были тяжелые периоды, я согласен. И принимаем это все на себя. В любом случае, независимо от роли отдельных личностей, конечно, наибольшее значение играет Россия сама по себе, наш русский народ. Но вы не должны забывать про эти огромные пространства, про Сибирь, про Север, про другой совершенно климат, другое понятие. Мы уважаемому президенту Чеченской республики Джохару Дайву привезли тоже подарок. Там пейзаж, русская зима. Мы бы очень хотели, чтобы это был только лишь пейзаж в смысле погоды. Чтобы никогда больше в Чеченской республике не боялись холодных политических ветров с севера, и мы бы наоборот просили бы, чтобы побольше задули в сторону Москвы теплых кавказских ветров, чтобы у нас тоже быстрее завершились вот те события, которые сегодня мешают и россиянам в России, и тревожат немного вас. Но я просто хотел бы завершать свое выступление. То есть сказать, что мы вместе должны поработать и в этом направлении. Если у нас что-то не получилось, вместе не получилось, то и вот до конца разобраться, расчистить эти завалы рухнувшего здания коммунизма. Сегодня часто приезжают с Запада, кстати, к вам гости, они и к нам приезжали, а вот эти все идеи, они к нам с Запада пришли. Там они их выработали, а решили опробовать на Востоке. Поэтому будьте предельно осторожны, как бы вам снова ввести другие идеи. Поэтому лучше, если теченский народ сам определить себя, как ему жить, надо присутствовать к советам, но принимать самим решения. Поэтому я еще раз хочу отметить волю и силу президента Джохара Дудаева, который напоминает мне чем-то другого лидера арабского мира Саддама Хусейна. Они не зря оказались в одном геополитическом пространстве, здесь совсем недалеко уже, до Богдана, ближе, чем до Москвы. Любовь иракцев к своему президенту и отношение чеченцев к Джохару Дудаеву, это очень схожее, потому что молодые государства нуждаются в национальных лидерах. В этом смысле, так сказать, в России вот еще замешательство определенное есть, в том числе и не без помощи того же Запада, который сделал ставку на то самое движение, которое привело к власти президента, который не хотел быть президентом. Поэтому многое не получается. Если Джохар Дудаев, видимо, хотел помочь своему народу и очень хорошо помогает, то Борис Николаевич не хотел этого. Просто у движения Дем.России, у молодого движения не было своего лидера, и они взяли из старого коммунистического арсенала наиболее такого оппонента. Поэтому он хорошо смог разрушить коммунистическую Россию, но новая государство построить, у нее просто не хватает, так сказать, своей концепции, идей. Поэтому я бы, завершая, хотел бы ко всем к вам обратиться, так сказать, с просьбой, с пожеланием, чтобы мы лучше думали друг о друге и о Грузии, и о Чеченской республике, о Дагестане, о России. Везде живут все наши соотечественники. Мы говорим на разных языках, но русский язык на всех все равно породнил. И какие бы делегации ни приезжали, они не смогут на своем родном языке сказать, а употребляем один наш общий язык, это общая культура, это общая цивилизация. Мы вместе боролись когда-то с теми армиями, которыми с Запада шли на Кавказ и на Россию, и там были сыны и Кавказы, и России, и Грузии, вместе пролили кровь. В одних могилах лежат эти парни, и сегодня они лежат вот на территории Абхазии, там и чеченцы, и русские казаки, и грузины, и абхазцы, все. Их опять столкнули в ненужной борьбе. Поэтому я бы хотел, чтобы быстрее в России появилось новое политическое руководство, чтобы наконец закончить эту эпоху насилия, эпоху обмана, чтобы действительно свобода была для всех. Чтобы за океаном не швыряли ракеты и бомбы в те государства, по тем столицам, по тем лидерам, которые чем-то не нравятся. Вот Москва этого не делает уже, хорошо бы этому примеру последовали наши, так сказать, заокеанские друзья. И я бы хотел, чтобы все-таки мы помогли друг другу, и чтобы русские солдаты служили на родной русской земле, а чеченские солдаты тоже далеко от дома бы не уходили, потому что все равно очаг он приятен. И всем нам хотелось бы быть дома, иметь полные семьи, чтобы росли наши дети, чтобы такое застолье было не только по случаю государственного праздника, но обычной нашей жизнью, чтобы мундиры генерала одевали только по праздникам, а не призывали бы их к тому, чтобы возглавить вооруженные силы, отдавать приказы стрелять. Пусть лучше по всему Кавказу и России раздается звон бокалов годовщину наших общих праздников, и свой праздник в Чеченской службе, и свои праздники в России, чем в затворы автоматов, которые, к сожалению, сегодня еще щелкают почти на всей территории России. И это опять автоматы в основном российского производства. Хотя уже появились и чеченские автоматы. Догоняет Россию. Я поднимаю этот бокал еще раз за смелого национального лидера, уважаемого очень многими патриотами России, и, я надеюсь, в других регионах мира, которые смело не только руководят республикой, но и готов съездить за штурвал самолета и провести его над всей Европой. Поэтому за то, чтобы Чеченская республика долго сохранила бы своего лидера, нынешнее политическое руководство. Кстати, вам сегодня мешают те же силы, что и в России. Они не имеют, собственно, национальной принадлежности. Это опять определенные политические силы, они везде мешают. И дорогому звяду Гамсахурде они тоже мешают в Белиси. Сегодня, вроде бы, уже нет напрямую руки Москвы. Уже это действует местная рука, которая хочет использовать отрицательный опыт Москвы в местных таких своих интересах. Но в дни праздников мы не будем упоминать о воле. Все-таки, я считаю, больше радости у нас всех вместе взятых. Поэтому я очень хочу, чтобы праздники были. Только праздники, чтобы вот с той же радостью, как и Знуково, мы поделись и прилетели на любезно предоставленном самолете президентом Ченской республики. Вот только такие визиты пускай будут по линии Москва-Грозная, а потом и Москва-Тбилиси, и по всем дневным годам. За здоровье и успехи президента Ченской республики. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Президенту Чеченской республики Джохару Дудаеву, Ваше превосходительство. От имена народа республики Калмыкия Халим Танч, я себя лично поздравляю вас и в вашем лице весь народ Чеченской республики с национальным праздником. Чеченские и калмыцкие народы связывают данные узы дружбы. У нас одна судьба и одна трагедия, постигшая год депортации. Но несмотря на беду, наши народы не согнулись, вернулись на землю предков к возрождению. Испокон веков чеченский народ отличался своим любимым духом. Два года назад Чеченская республика сделала выбор, решив пойти собственным путем. Республика Калмыкия также сделала свой выбор в пользу перемен, выступив за свою политику, руководствуясь доброй волей, буддийскими принципами. Не носили и стремление ко всеобщему миру. Калмыкия выступила с инициативами по мирному урегулированию ингушко-сетинского конфликта. С давних пор хлеб был символом мира и добра. На Кавказе хлеб почитают, на нем клянутся, когда нет под рукой священного Корана. Подтверждая искренность наших стремлений, республика Калмыкия направила в качестве безобъемной помощи жителями Ингушетия и Северной Осетии 5000 тонн зерна пшеницы в следующем году. Мы верим и надеемся, что мир и спокойствие воцарятся на Северном Кавказе. И этому будет способствовать добрососедские и братские отношения между нашими республиками, республикой Калмыкия-Халмтанч и Чеченской республики. Желаю вам, господин президент, и всему народу Чеченской республики, мира, гражданского согласия, благополучия и процветания. С уважением, президент республики Калмыкия-Халмтанч Кирсан Ульмженов. Разрешите вручить приводку на адрес. Разрешите, так же, товарищи господин президенту, поблагодарить руководство республики за такой улыбный прием, за такое представление сегодня показано нам. Мы убедились, что здесь сегодня царит мир. Пусть будет так всегда, чтобы небо было сегодня такое, как мы его видели, чтобы покой был сегодня так, как сегодня мы тоже его видели. И в честь нашего пребывания мы также хотим преподнести президенту свой скромный подарок. Правда, здесь не север, но я думаю, автор сейчас вкратце немножко расскажет. Господин президент, эта картина напоминает нам нашу общую трагедию, чеченца и имбушей, войнахов. Тут все ясно, мужчина едет на войну, женщина остается сзади. Может, ее ожидает, ясно, какая судьба ожидала. 2013-2014 год, все мы помним, годы депортации, его тоже после снимания с фронта и то же самое отправляли туда же, в Сибирь. Поэтому мы дарим эту картину, что войнацкий народ, депутат, который никогда не знал такого. И еще, знак благодарности за повышение, я хочу подарить, я обращаюсь по-калмыцкому, к старшему обращаются, Дахарага, книгу Чингисхан. Эту книгу издали недавно в Америке, все, наверное, знают этого, великого полководца. О нем писали, как о завивателе, но он был еще, кроме того, и великим создателем. И поэтому я прошу, господин, что у вас взятые прочитали. Ну и еще, 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 я хочу лично от себя, Дахарага, подарить вам часы Чингисхан, чтобы вы были таким же создателем своего народа. И как чутинцы говорят, Мелхи да Хелли. Будьте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Которые руководствовались и руководствуются принципами «разделяй и власть». Хотел бы уточнить проблему, что конфликт фактически не между Арменией и Азербайджаном, а конфликт внутри Азербайджана между автономией в Азербайджане, Нагорным Карабахом, населенным преимущественно в подавляющем большинстве армянами, и самим Азербайджаном. И, поскольку это так, вы понимаете, что армянский народ не может быть равнодушен к идее самоопределения. Конфликт Карабахский – это конфликт на основе самоопределения. Народ, выразивший свою волю к самоопределению, начавший свою борьбу мирными конституционными путями, был втянут в затяжную войну, в которую пытаются вот те же силы втянуть и Армению. И, наверное, потому пропаганда постоянно твердит о фактической войне между Арменией и Азербайджаном, которой, собственно, нет, но пропаганда играет роль, и она может тянуть две страны. И дай Бог, чтобы этого не случилось. И я уверен, что этого не случится. Но все дело в том, что сам этот факт говорит о нашем отношении к идее самоопределения, к той идее, которая вдохновляет и чеченский народ, к той идее, которая породила то праздничное настроение, действительный духовный праздник, которому свидетелями мы были сегодня все, и я смотрел и верил в искренность всего того, что происходит вокруг, видел воодушевление на лице людей. То есть этот праздник не похож на те деланные, навязанные праздники, которые были до сих пор. И военный парад не похож на те военные парады, которые мы видели до сих пор. И я увидел истинное возрождение народа. Здесь много правильных слов говорилось об общности кавказских народов. К сожалению, всегда, когда говорят их народов, общности, их судеб, всегда акцентируется трагическая сторона этой истории. Действительно, история всех народов Кавказа была трагична, и она пока действительно разворачивается в трагедиях. Но сегодняшний праздник, полагаю, что начало рассеяния этих трагических перипетий в истории судьбы чеченского народа, я полагаю, что сегодня начало конца трагедий среди кавказских народов. Я присоединяюсь к словам, сказанным господином Гамсахурдия о том, что вот было сказано, что Грузия в каком-то смысле была лидером водительного движения кавказских народов. Я могу сказать, что в каком-то смысле Армения была. Господин из Литвы, представитель Литвы, сказал, что в каком-то отношении была Чечня, и все мы в каком-то отношении были лидерами этого движения к свободе. Это подчеркивает и то, что наряду с общностью, о которой я сказал, о трагической общности, есть другая, может быть, более важная общность. Это свободолюбивый дух кавказских народов. Свободолюбивый дух, который будет гарантией того, что чеченский народ добьется своего, грузинский народ добьется, армянский добьется, и все народы, которые некогда были под одной крышей, но навязанной крышей, и сейчас действительно обретают свободу, добьются своего и будут жить в мире и согласии. Я пью за этот свободолюбивый дух, как за гарантию этого. Спасибо. Президент Чеченской республики уже вошел в стадию тех руководителей западного мира, которым уже осталось вот только собирать картины, наслаждаться, смотреть на пизаду. Ну, такой сибирский пизадж очень притягательный. Я думаю, что он нас устрашивает. Сегодня у нас в гостях представитель одного из мощнейших политических движений бывшего Советского Союза, на территории бывшего Советского Союза, движение, которым еще предстоит определить судьбу своего государства. Потому что сегодняшнее руководство определило судьбу переходного периода. Но рух на Украине, я думаю, будет определять дальнейшую судьбу, по крайней мере, влиять на определение этой судьбы великого украинского государства. С Украиной чеченцев связывает очень много. И голод 30-х годов, когда украинцы, гонимые этим голодом, подались на юг, в частности, и на территории Чечни. И многие дети от этих семей украинских остались у нас. И сегодня под фамилиями чеченскими, прекрасно владеют чеченским госпитом. И некоторые даже не подозревают, что они украинцы, живут, создали семьи, трудятся и здравствуйте. Мы знаем Украину еще по тяготам усиления. Там были именно те патриоты Украины, которые боролись за независимость Украины. И они разделили ту нашу трагическую судьбу в 40-х годах. Именно, я думаю, все эти лишения и тяготы украинского народа являются определяющей почвой политической позиции руха. Ну а члену Краевого Совета Коминтерна, руха Украины, Бакевичу Виталию, я представлю слово. Он не первый раз в Чечне. И сегодня он скажет, наверное, и о своих впечатлениях, которые навеяны годом, вторым годом независимости. Ибо он был гостем и первого года независимости. Спасибо. Вельмышановный президент Чеченской державы, уважаемые доброжелатели Чеченской республики, 51 год тому назад, ровно в это время, когда мне было всего лишь 17 лет, я воевал на этой земле. Я был в Красной Армии, куда пошел добровольцы. Я освобождал Чеченью, Ингушетию. Такие аулы, такие села у меня сейчас перед глазами. Это Шалхи, Седах, Малгабек, Моздок. Я помню их, как будто бы они сейчас передо мной. Это страшно подумать. 51 год тому назад. Я уже дожил до этого. Вам еще предстоит до этих лет дожить. Дай вам Бог счастья. И я освобождал в рядах Советской Армии эти территории для того, чтобы преступники, стоящие во главе государства, уничтожали людей, которые жили на этой территории. Еще палач украинского народа, Ленин, говорил, обманывайте буржуазию, обманывайте заграницу. Они нам поверят. И заграница верила. Она не могла себе представить, что во главе такого государства могут стоять уголовники. Она верила в это. И я очень благодарен выступлению председателя либерально-демократической партии уважаемого Владимира Волковича, потому что Вольф это Волк, Жириновского, в том, что он признал, что русские это агрессоры, русские на крови, на железе создали свою империю, создали то, что они сейчас имеют. Они получат за это то. Ну, я очень благодарен Жириновску. Он прямо сказал, он не крутит, не вертит, как остальные. Он прямо сказал, что если он придет к власти, Прибалтику он сделает в провинции. Правильно. Если он придет к власти, он всех южан отправит население. Все правильно. Это законно. То есть мы знаем, что нас ждет. Девчина на лобное место отправит. Девчина. То есть это информация к размышлению. Мы знаем, что нас ждет. За это спасибо. Я хочу сказать коротко, потому что мне очень нравится черная икра. Это фашизм и коммунизм это два начала одного зла. И то, что мы сейчас имеем, это мы заслужили. И то, что Чеченская Республика будет свободна, я не сомневаюсь. Но она не будет свободна, если рядом народы Кабардино-Балкария, Дагестан и прочие не будут свободны. Одна Чеченская Республика не сможет быть свободной. Почему я здесь? Рук нас это великая сила. Сейчас мы боремся за победу на Украине. На Украине сейчас положение хуже в 10 раз, чем в Чечении. В 10 раз, чем в Чечении хуже. У нас распродают Украину. И, кстати, как раз очень удачно сделал покупку Владимир Вольфович. Он купил Черноморский флот весь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 но, но, я хочу сказать, что это еще не все. Это еще не все. И я хочу медленно говорить, чтобы переводили уважаемой американке Диане о том, кого вы выкармливаете. Вы выкармливаете сейчас монстра, который съест вас. Это прошу передать вас, как профессора, всем профессорам и студентам Соединенных Штатов Америки. С вашей позвоночной вопроса. Одну минуту. Я не закончил. Не то вытянули. рух Украины и лично Вячеслав Черновил поздравляет вашу республику со второй годовщиной своей свободы, которую я сегодня смотрел парад, я смотрел, как проходили чеченские войска, и я подумал, эти люди лягут все до единого смертью, но не отдадут свою свободу. Это так. Уважаемый пан Джохар Мусаевич Дудай, я знаю, что вы знаете украинскую мову, тому я не буду перекладать вам, что написано. Я вам даю вот это послание и надеюсь, что вы понимаете, что там есть. Доброе. Доброе. Дякую. Недлительное время. Я не буду оригинальным, если скажу, что свобода это не дар свыше дитя народа. Оно рождается в тяжелых муках. И чеченский народ, чтобы родить это дитя, шел к нему веками. И вот он его родил, и сегодня мы отмечаем вторую годовщину. Я думаю, что эта свобода и будет сказана для некоторых из центральных органов тяготение чеченского народа к свободе, та обретенная им свобода, между и нам, народом, и Карачаевскому, и другим народам, и будет ошибкой, если кто-то скажет, что на Кавказе кавказцы, кавказские народы не хотят свободы. Хотят они свободы, и они идут к этой свободе своими путями. Поэтому позвольте мне пожелать чеченскому народу, сколько бы этот земной шарик не крутился, каждый год он отмечал этот день своей независимости и свободы. Будьте счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу сказать, что мне большая честь оказаться сегодня на этом вечере. Хотя я был здесь несколько раз, но сегодня особенно важно что я нахожусь в день празднования здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Два дня я получил реальное подтверждение тому, что писал Александр Дюмав в своей книге. В своей книге он писал о том, что, как кажется, очень болевые город-зависимые люди. И сегодня я подтверждение получил, уже несколько раз получил подтверждение во время своих поездок. Я хочу пожелать успеха Чеченским лидерам и большого процветания Чеченской республики. Спасибо. Я не настаиваюсь, но я устраиваю, что я не знаю. Плохо. Ладно. Вот за это вот за то. Я прошу, что я хочу. Плются. 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 За свободу. И сегодня я несколько раз говорил, что никогда в около четырехтысячном истории Кавказа не было ни один случай, что народы Кавказа завоевали чужую землю и боролись за чужую землю. Они всегда защищались. Никогда они не были завоевателями. Они были только защитниками своих землей и своего честа. Уважаемый вице-президент, я хочу сказать, что не существует аджарский народ. Нет такого слова. Мы корейные грузины, только у нас вера мусульманская. Поэтому создана аджарская автономная республика. Мы не боремся за независимость. Мы уже имеем независимость в Грузии. Мы в составе Грузии и оттуда никуда не собираемся уйти. Как никогда не уйдем и из Кавказа. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всем, что нас пригласили сюда. Но я хочу сказать, что независимость Кавказа действительно можно приобрести только в едином доме. В борьбе вместе. И грузинскому народу и чеченскому народу дана большая ответственность исторически за Кавказ. Если мы, эти две народы, объединимся, тогда весь Кавказ объединится в общий дом. Я желаю успехов, счастья и процветания кавказским народам и чечни особенности. Уважением, с искренним, сердечным уважением. Относимся к выбору самостоятельного пути развития Чечни как к республике. Нашей маленькой земле протянуть руку дружбы, помощи на пути к миру. Наш шестой континент в силу каких-то, я так говорю, звезды так расположились, развалился. Но нашлись внутри этой великой страны, она действительно великая, и лидеры, и личности, которые не потеряли лицо. Лицо, лицо нашего великого создателя Бога, лицо человека. Кто-то могущественен, кто-то слабый. И где-то объединив, повели тот народ на пути не к тому, как говорили, светлое будущее в социализме, а к тому реальному, где обеспечиваются права достого человека и так далее. Хотел бы лично, в плане инструктуры, ответить очень уважаемому лидеру, председателю либерально-демократической партии Владимиру Женовскому, что наш народ, кавказский народ, войнавский народ, мы не различаем ни казаков, ни Дагестан, не наш великий братский народ грузин, и ответить хотели бы просто, как когда-то Александр Невский ответил. У нас в традиции, в крови нашего народа, такие качества, где на противостоянии, если уж так звезды расположились, что знаете вы, мы знаем. Ну, что мы знаем, вам знать не дано. Так же, как у нас говорят, это на те нападки, вы когда туда шли, мы уже оттуда шли. Я извиняюсь, но мы очень юмористический народ. Как бы нам плохо не было, и на высылке, везде, ну мы с юмором все принимаем. Значит так звезды расположились. И еще один момент. Меня просят закончить. Я хочу поднять этот бокал за наших великих лидеров. Наравных, которые мы хотим, ну, правом, великим считается государство то, которое обеспечивает права и об обязанности самым грустным, отвратителем личности, то только государство считает, что оно великий. Поэтому я поднимаю этот бокал и хочу в двух словах сказать, чтобы тот великий Создатель, Бог, нас не оторвал от себя, и вы, друг от друга, не оторвали. На нашем языке это означает, да и все, общее, благоутое. За вас, дорогие друзья, на нашей земле есть место нашим добрым гостям, друзьям, ну и великим, внедрюм, дружелюбно устроенным людям. Пусть так звезды расположатся, что в то тяжелое время мы нашли те силы, чтобы на равных стоять с той великой семеркой и наша, великая Россия, а мы единый организм, выйдет на режим, как у нас в авиации говорят, очень красиво. Будьте здоровы! Всех благ и все равно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приехал туда из Чеченского и запретил на месте, особенно в Москве, чтобы парламент Чеченской Республики представить либо реческующим, либо где-то праздно шатающим в Москве. Несмотря на такое желание определенных сил, парламент Чеченской Республики живет, здравствует, очистившись от тех людей, которые в последнее время политическим балластом ложились на дно этого парламента. Сегодня этот парламент обновленный не в том, что кто-то новый пришел, а в том, что в соответствии с Конституцией и законами Чеченской Республики парламент освободился именно от тех, кто хотел затянуть чеченское государство в ермо зависимости от той независимости, которую мы обрели в 1991 году, то есть возродили. Слово Идигову Ахьяду, председателю Парламенту Чеченской Республики. Я хочу в первую очередь приветствовать всех наших гостей, которые уваживали нас и приехали с нашим праздником, двухлетием нашей Республики. Спасибо вам. Я надеюсь, что эти наши праздники будут продолжаться из года в год, и что мы с вами встречаемся не в последний раз, и мы будем приезжать к вам так же, как и вы к нам. Мы здесь много говорили о проблемах, которые есть в нашей Республике и вообще во всем бывшем СНГ. Говорили о проблемах, которые нам нужно сегодня решать, и мы, сидя за столом, определяем более четко и ясно, что нам необходимо здесь, когда мы сидим, мы дружно с Владимиром Вольфовичем и с другими рядом товарищами говорим о тех проблемах, которые мне казались, значит, недостижимы просто и по-человечески. Видимо, нам чаще надо встречаться за такими столами, говорить об этом. Более того, значит, это сближает всех нас. Я думаю, что сегодняшняя годовщина нашей Республики, пример тому, что наша Республика есть и будет, и это поддержат вы все. Примером тому, что сегодня мы утром в парламенте делали прием всех делегаций, значит, правда, Владимир Владимирович, но те делегации, которые были, мы обсуждали все проблемы, которые были, говорили о будущем, о настоящем, и в связи с этим мы некоторых членов делегаций, которые были у нас, условно приняли в наш парламент, в том числе и Владимиру Вольфовича. Так что я считаю, что если даже Зелимхан говорит, что парламент где-то не существует, его нету, это неправда, парламент существует, есть, он действует, и некоторые члены парламента, хотя и покинули его, сегодня наш парламент действует, все три власти, все три вести власти нашей Республики есть, значит, есть Чеченская Республика, есть ее будущее. Спасибо за то, что приехали еще раз, благодарю за все, снова гости к нам. Спасибо. Мы, тем не менее, должны все-таки прервать этот стол для того, чтобы соблюдать правила возразмерения этого стола, я буду возразить через стол, с более радикатым посланием, для более радикатым, для того, чтобы соблюдать правила возразмерения этого стола. Спасибо вам за возможность, кстати, не выступить. Дорогие гости, я вас хочу немножко развеселить после таких серьезных речей. Если вы не против, конечно, это маленькие эпиграммы, но несколько есть именно присутствующих. Прошу вас быть не в обиде. Одного здесь нет, но я думаю, что вы догадаетесь. Голубой невинный взор, но удары только в спину. Но коварно сдавний спор, спор недостоин назвать мужчиной. Ты почти Гарганчуа, я почти Пентагуриэль, но лежачего и в лужи никогда не бью, поверь. Не догадались? Молодая. А этому освещается всем известной белой лисе. Фортократ и демократ, и дипломат. Демократ и плутократ. Думаешь, что черт не брат, но получишь востократ. Океан людской крови. Что ж, смотри, не утони. Господину Джириновскому. И красив ты, и у него мужчина. Спору нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте! Еще две... Три своих речи разбегутся... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам очень что-то попал заставил... АПЛОДИСМЕНТЫ ЗАПЛИТИЗИРОВАЛ НАШ сегодня вечер что я ощущаю себя как послепартийного актива К большому сожалению, дорогие друзья не получается веселья потому что у гостей на душе, наверное те болести и горечи которые стоят за пределами этого стола во всех регионах всех народов огромного земного шага Видимо, эти беды, которые въелись в нашу душу не дают нам сегодня оторваться от мысли что они еще не закончены и, наверное, каждый думает какие бы приложить усилия чтобы они закончились и чтобы снова перейти к мирному застолью и не могли бы мы думать о плаче детей сиротах о женщинах вдовах молодых о матерях, потерявших сына в этом водовороте гигантского передела мира наверное наверное будут у нас еще другие застолья где эти беды не будут преследовать нас и давайте мы сегодня дадим отдохнику которые так устали от всего чтобы завтра продолжить уже отдохнувшими и забыв все наши беды чтобы начать нам новые отношения и новые заботы далеко от кровавых бой а на созидательной жизни вот этого желаю всем перейти к созиданию и к разуму удачи спасибо всего вам доброго